Это будет самый современный пришкольный спортивный комплекс. Гимнастический городок, легкоатлетический круг с беговыми дорожками, футбольное поле с искусственным покрытием, две зоны под тренажеры плюс площадки для игры в волейбол и баскетбол. Более 7,5 миллиона рублей на строительные работы выделил город, 35 миллионов на оснащение объекта. Это средства федерального бюджета. Учитывая, что впереди летние каникулы, часть зоны уже с игровыми площадками и тренажерами сдать до 1 июня к открытию детских площадок и в течение двух месяцев далее завершить уже полностью сдачу объекта. Подрядчику, чтобы уложиться в срок, следует ускориться. По некоторым участкам идет отставание от графика. Физкультурно-оздоровительный комплекс сегодня готов только наполовину. В ходе строительства выявлен ряд проблем, в частности с обустройством дренажной системы. Решать этот вопрос необходимо сейчас, чтобы впоследствии исключить подтопление спортивных площадок. В ближайшем будущем на средства школы здесь будут оборудованы прыжковая яма и полоса препятствий. После полного ввода в эксплуатацию спортивного комплекса число приверженцев здорового образа жизни должно возрасти. Вокруг образовательного учреждения несколько детских садов и плотная жилая застройка. Для занятий физкультурой и проведения соревнований место более чем удобное. Здесь можно будет проводить и какие-то семейные мероприятия, и для школьных. Мы все-таки планируем, что здесь будут и городские соревнования проходить, потому что на сегодняшний электрического покрытия у нас в городе муниципального нет. Есть только ведомственный стадион «Локомотив», где мы все знаем, что, к сожалению, сегодняшний день все платно. Полная сдача объекта намечена на 1 августа, а 2 июня решено торжественно открыть автогородок. Он органично вписался в общую спортивно-оздоровительную площадку при 18 школе.